Всем привет, ребята! Вы на моем канале. Сегодня вы со мной. Я медицинский психолог, практикую натуропатию. Все против вашей апатии. И сегодня мы говорим, вот почему так тебе тяжело, почему бывает нет сил, и почему потеря смысла, мотивации, депрессивное состояние, и как с этим справиться. Очень много вопросов вижу от вас, и с радостью вам записываю это видео. У нас у всех бывают такие моменты, как опущение, опущение себя, тревога, страхи, стрессы, апатия, и это нормально. Но есть такой момент, когда мы в этом полностью-полностью застреваем, и происходит момент очень-очень сильного стресса. И для организма это действительно тяжело. Стресс бывает психическим, физическим, биологическим. Ну, мы все знаем, когда мы не спим, или когда у нас что-то меняется, или когда у нас происходят изменения в каких-то структурных моментах, и мы чувствуем апатию. Так вот, почему же так тяжело действительно начать действовать, исходя из тех условий, в которых вы находитесь? Первое, на что важно обратить внимание, это отступить от прошлого опыта и начать действовать в моменты, когда тяжело. Ведь в чем разница? Когда нам всем тяжело, у нас всегда есть два выхода. Первый выход – это опустить руки, пустить все на самотек. А другой момент – это сделать усилие, сделать рывок, сделать толчок и действительно сдвинуться с нулевой цели. Следующее, когда мы с вами говорим, что все упало, силы пропали, энергии ноль, очень важно научиться восстанавливать эти ресурсы. И восстановление – это некий процесс, который занимает две фазы. Это микроэлементы, сон, базовые аминокислоты, движение и отдых. Если этого не хватает, организм начинает испытывать стресс. Следующее, если мы с вами говорим про тревогу, которая может давать забор энергии на себя, забор, 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 то это все приводит к тому, что вы действительно в какой-то апатии. И чтобы апатии и не было и какой-то опустошенности, очень-очень важно для себя создавать крутые, максимально крутые цели. И когда есть цель двигаться, есть цель реализовываться, есть цель быть отцом, матерью, и есть цель получать результат, то это можно сделать. Как восстанавливаться? Первое – это действительно биохакерские моменты. Это восстановление через питание, движение, саплименты и анализы. Что это значит? Если анализы не в норме, и вы понимаете, что у вас обезвоживание, стресс, анемия, атеросклероз, в этих состояниях действительно очень-очень тяжело чувствовать себя комфортно. О чекапах я говорила, какие важны для того, чтобы понять, в какой тенденции находится ваш организм. Следующее. Если мы с вами говорим про тяжело, тяжело бывает в моменты, когда теряете смысл, когда не видите смысл, то, чем занимаетесь, или то, что интересно. Соответственно, действительно, у организма пропадают силы. И я могу сказать, что самое базовое для того, чтобы вы могли восстанавливаться, чувствовать себя комфортно, это работать с своей тревогой. И тревога бывает достаточно сильная. И здесь очень важно понять, с чем она связана. С нерешенными отношениями, с конфликтами, с страхами за будущее, с стрессом. Все бывает, и у всего есть свои причины. Самое главное, не паниковать, не стрессовать, а нормально относиться к ситуации резкого какого-то стресса. Иногда это непросто, но это возможно. Следующее, если мы говорим про какие-либо состояния тревоги, то здесь обязательно мы говорим про восстановительные процессы. И супер важно работать с энергообменом своим личным. Пишите, что для вас быть в комфорте, и как вы себе умеете помогать, что вы умеете делать для того, чтобы выйти из состояния стресса, страха. Что вы делаете?